Напомним, Центробанк сообщил об аннулировании лицензии Негосударственного пенсионного фонда «Стратегия» в марте 2016 года. Основанием для этого стали нарушения требований закона о негосударственных пенсионных фондах. Клиентами «Стратегии» были 78 тысяч застрахованных лиц, участниками почти 69 тысяч человек. Весной этого года у офисов «Стратегии» выстраивались огромные очереди, люди требовали вернуть деньги. Но до сих пор вкладчики так и не увидели вложенных средств. В связи с прекращением деятельности «Стратегии» функции страховщика перешли к Пенсионному фонду России. Накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты, которые ранее были установлены «Стратегией», теперь будут выплачиваться органами Пенсионного фонда России. В настоящее время все деньги, которые необходимы для выплаты Центральным банком Пенсионный фонд РФ, перечислены и производятся на разноска на лицевые счета граждан. Эта работа планируется Москвой, что она будет завершена к концу сентября. И в начале октября мы готовы будем принимать заявления от граждан, которые получали накопительные пенсии и срочные выплаты в «Стратегии». В соответствии с законодательством, выплаты возобновляются, начиная с месяца прекращения выплаты в «Стратегии». Здесь имеются в виду только те граждане, которые получали накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты «Стратегия». Их права все переходят в Пенсионный фонд России. Объем выплат здесь у каждого гражданина своя выплата. То есть он будет получать в Пенсионном фонде ровно такую выплату, какая была назначена ему в Пенсионном фонде «Стратегия», какую он получал последнюю выплату. А последняя выплата была, как правило, в феврале 2016 года. Вкладчики «Стратегии» уже с начала октября могут обращаться в территориальное отделение Пенсионного фонда с заявлением, паспортом и страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования за продолжением пенсии или срочной пенсионной выплатой. Пенсионному фонду потребуется ориентировочный месяц, чтобы сформировать базу данных вкладчиков и сверить ее с запросами в Пенсионный фонд. Выплаты планируют начать в ноябре.